а куда он упадет вот трудовая армения горит все самолет упала лечет и там еще что-то взрывается короче вот у нас еще за дорогой тоже упала че один по соседству рядом тут пипец был большой взрыв и горит очень сильно страшно пятницу 23 февраля в районе азовского моря был сбит второй российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления а-50 об этом сообщили украинские паблики также в интернете публикуют видео вероятного сбития самолета на видео видно что самолет аппаратура которого уловила облучение от ракеты пытался безуспешно избежать гибели отстреливая тепловые ловушки таким образом удалось увести одну из ракет но поскольку их было как минимум две то вторая все-таки догнала самолет и уничтожила его командующий воздушных сил вооруженных сил украины николай алищук подтвердил сбитие российского а-50 поздравляю оккупантов с днем защитника отечества праздновать нужно дома и так чтобы баян не порвать написал алищук что случилось почему все это происходит владимир зеленский дал интервью американскому каналу fox news основная аудитория издания американцы поддерживающие республиканскую партию встреча проходила в пригороде харькова всего в нескольких километрах от линии фронта вот пожалуй первое что обращает на себя внимание в интервью зеленского эта обстановка и она вот разительно отличается от той которой путин обращался к американской аудитории той части американское общество которое смотрит такера карлсон или fox news не из белоснежного кресла под звуки артиллерийских снарядов произвело ли это впечатление на американского зрителя совершенно верно очень правильно заметили что все что было в интервью такера карлсона и владимира путина все было ровно наоборот в интервью брата байера и владимира зеленского это безусловно произвело впечатление на американскую аудиторию тут стоит заметить но это такое к психологам в большей степени вопрос у американцев такое голливудо центричное мышление мышление которое связано в первую очередь с картинкой с визуальной составляющей именно поэтому нужно отметить что такер карлсон помимо самого интервью провел еще некоторую такую экскурсию по москве рассказав о том как москва замечательно живет и как обстоят дела и в метро и как в магазинах и далее понимая что нужно американской аудитории здесь же на линии фронта не нужно было никаких дополнительных подсъемок и достаточно было всего лишь нескольких кадров для того чтобы увидеть что в действительности происходит зеленский несколько раз в течение интервью подчеркивал ценность проведения интервью в таком опасном месте и нужно сказать что конечно да вот эти выстрелы которые были слышны это все производит сильное впечатление также нужно обратить внимание на то с каким уважением владимир зеленский проводил интервью начал интервью на английском языке в какой-то момент перешел на украинский язык это тоже конечно всегда обращает внимание американской аудитории потому что даже опять же если мы говорим про голливуд в сша не переозвучиваются например фильмы они готовы слышать английскую речь в с любыми акцентами но все-таки слышать на английском языке в первую очередь они какое-то озвучание сверху обычно даже в кино там идут исключительно субтитры соответственно вот для такого взгляда конечно это было очень важно но и безусловно важно проведение интервью на канале fox news в первую очередь бывший в отчине такера карлсона когда мы анализировали интервью путина такера карлсона говорили о том что американское общество не готово смотреть двухчасовые большие такие интервью и в целом будет изучать скажем так содержание этого интервью по тем выдержкам которые выберут оттуда какие-то сми американские какой главный посыл американские сми вывели из интервью зеленского и удалось ли зеленскому донести тот месседж который он хотел до американской аудитории вот вот сейчас это будет понятно в ближайшее время пока еще не замерялось общественное мнение но нужно отметить что канал fox news это один из самых популярных вообще каналов американских это самый популярный новостной канал канал fox news смотрит больше людей чем канал cnn и nbc вместе взятые канал fox news это такое скорее право консервативный канал и его как раз смотрят те самые республиканцы а вернее избиратели те самые избиратели республиканцы которые голосуют будут голосовать в ноябре за своих представителей в конгрессе потому что нужно помнить переизбирается не только президент переизбирается еще одна треть сената и целиком палата представителей сенат который переизбирается всего лишь на одну треть уже проголосовал за законопроект о помощи украине а вот палата представителей и майк джонсон председатель палаты представителей все тянут и не хотят выводить голосовать на голосование точнее не сама палата именно майк джонсон конкретно председатель палаты представителей не хочет выводить на голосование законопроект о помощи украине и всегда подобные интервью подобные выступления производят впечатление на аудиторию поэтому не Не случайно, я уверена, что запросов на интервью Владимира Зеленского огромные, огромные тысячи, сотни тысяч, если не миллионы. Тем более, что еще известно о том, что Кристиана Манпур, журналистка CNN, сейчас находится в Украине. Она сейчас ведет репортажи для CNN оттуда. Соответственно, не даром Владимир Зеленский не случайно дал интервью именно каналу Fox News. Это тот канал, который смотрят правые республиканцы. Соответственно, вот этот месседж о том, что необходимо увидеть своими глазами, он подчеркивал это несколько раз, увидеть своими глазами, что происходит в Украине. Не смотреть на то, что происходит даже в Киеве, хотя и Киев бомбят постоянно, но увидеть все, что происходит ближе к линии фронта. Вот я предполагаю, что это был главный совершенно месседж президента Зеленского, и его как раз я думала, что он смог донести до американской аудитории так же, как и послание конгрессменам. Собственно говоря, был вопрос о том, какое послание Владимир Зеленский хотел бы передать конгрессменам, передать Конгрессу. Я предполагаю, имеется в виду именно Палата представителей. И Зеленский сказал, что он очень благодарен за все, что сделал президент и что сделал Конгресс. А послание его заключается в том, что если конгрессмены хотят быть прагматичными, как заявляет то Палата представителей, то цена, которую сейчас Украина просит за поддержку, это гораздо меньшая цена, чем необходимо будет заплатить в будущем Америке за обеспечение собственной безопасности. И что в национальных интересах США поддержать сейчас Украину. Вот этот месседж в сочетании с визуальной картинкой, в сочетании с таким уважительным интервью наполовину на английском языке, я думаю, произвело серьезное впечатление на американцев. Конечно, общественное мнение будет замерено чуть позже, но в любом случае, судя по Твиттеру и судя по социальным сетям, об этом очень и очень много говорят. Субтитры создавал DimaTorzok